Музыка Курс обучения игре на клавишном синтезаторе. Уровень 1. Основы музыкальной грамоты. Урок 56. Упражнение номер 2 из сборника для пианистов-фиртуозов. Разбор. Здравствуйте, мои дорогие ученики, подписчики и случайные зрители нашего канала. В эфире 56 урок курса обучения игре на синтезаторе. И с вами я, его автор-ведущий Алексей Марковский. Сегодня мы продолжим знакомство с упражнениями из сборника французского пианиста и педагога Шарля Луи Ганона. И я разберу для вас второе упражнение из этого сборника. Прежде чем мы приступим к разбору этого произведения, я хочу прочитать предисловие ко второму упражнению. Вот что пишет автор. Как только упражнение войдет в пальцы, красивый термин, правда? Следует проигрывать предыдущее и его подряд 4 раза без перерыва. Пальцы заметным образом окрепнут, если изучать подобным же образом настоящие и последующие упражнения. Что такое войдет в пальцы, вот это я вам сейчас и покажу, и расскажу. Так же, как и предыдущее упражнение, это открывается вот такими маленькими цифрами в скобочках, которые стоят слева от нотоносца, от нотного стана. Три-четыре. А что это за цифры? А это номера пальцев, на укрепление которых прежде всего направлено это упражнение. То есть третий и четвертый палец у нас укрепляются. И вот как это упражнение играется. Какие здесь ноты? Начинается оно в басовом ключе и играется шестнадцатыми нотами, а размер две четверти. Но мы с вами договорились в прошлый раз, что мы пока разучиваем, играем восьмыми и считаем раз и два, и три, и четыре, и потому что восьмых в одном такте у нас получается здесь восемь нот. Значит, если это восьмые, то это размер четыре четверти. Считаем так. Раз и два, и три, и четыре, и. И вот какие ноты здесь входят. До, ми, ля, соль, фа, соль, фа, ми. Это одна и та же секвенция, которая повторяется на разной высоте. Потому что потом берется нота ре, и эта секвенция играет со следующей нотой. А теперь давайте сразу посмотрим аппликатуру, которая здесь получается у нас. Потому что аппликатура крайне важна в этих упражнениях. Это же упражнение для развития пальцев. Значит, мы должны играть именно теми пальцами, на которые нам указывает автор. Какие здесь пальцы? Первый. Нота до берется первым. Нота ми вторым. А нота ля пятым. Дальше у нас играется четвертым, третьим, четвертый, третий, второй. Вот такие пальцы. Первый, второй, пятый, четвертый, третий, четвертый, третий, второй. Дальше мы играем от ноты ре. Ре, фа, си. Ля, соль. Ля, соль, фа. Потом ми, соль, до. Си, ля, си, ля, соль. Кстати, замечу, что у упражнений из сборника Ганона есть второй эффект. Второй плюс. Помимо развития пальцев, также еще и можно развивать технику чтения нот с листа. То есть сольфеджио заниматься параллельно. Если мы при проигрывании этих нот будем все эти ноты называть, то мы лучше запомните, вы лучше запомните, как эти ноты читаются, если вы их все время будете называть при проигрывании. Фа, ля, ре, до, си, до, си, ля. Соль, си, ми, ре, до, ре, до, си. Дальше пошел скрипичный ключ. Ля, до, фа, ми, ре, ми, ре, до, си, ре, соль, фа, ми, фа, ми, ре. Ну а дальше ноты повторяются, поэтому я их снова читать не буду и сыграю чуть побыстрее. Внимание! Приближаемся к нашей контрольной ноте, к ноте соль. Это была последняя секвенция снизу вверх, теперь сверху вниз. Как играется? А вот так. Пятый палец берет ноту соль, дальше у нас вторым играется ре, первым си. И дальше пальцы такие ноты, до, ре, до, ре, ми, а пальцы второй, третий, второй, третий, четвертый. Дальше. Фа, до, ля, си, до, си, до, ре, ми. Си, соль, ля, си, ля, си, до, ре, ля, фа, соль, ля, соль, ля, си, до. Соль, ми, фа, соль, фа, соль, ля, си, фа, ре. Ми, фа, ми, фа, соль, ля, ми, до, ре, ми, ре, ми, фа. Дальше я не повторяю, потому что опять повторяются ноты октавой ниже. И по чуть-чуть побыстрее сыграю. Внимание! Пошла последняя секвенция. Ля, ми, до, ре, ми, ре, ми, фа, до. Обратите внимание, здесь у нас стоит реприза. Это значит, что когда наше упражнение, как пишет Жан-Луи Ганон, войдет в пальцы, то есть когда вы сможете сыграть его вот так, под метроном, и так далее. Обращаю ваше внимание, что это упражнение, все эти упражнения играются двумя руками. Раздельно их играть не надо. Разучиваете вы их раздельно, потому что они играются разными пальцами. Ну а теперь давайте разберем как раз левую руку. А потом я вам объясню, что означает реприза, которая стоит в предпоследнем такте. Значит, та же самая секвенция играется, но пальцы, конечно же, уже будут другие, потому что это левая рука. Пальцы такие. Пятый, второй. Пятый, третий, первый, второй, третий, второй, третий, четвертый. Пятый, третий, первый, второй, третий, второй, третий, четвертый. И так далее. Не буду играть всю левую руку до конца. То же самое будет, только октавой ниже. И вот когда вы разучите это упражнение так, что уже сможете играть его двумя руками, теперь вот еще одно очень важное замечание. Итак, мы сначала, как и условились с вами, играем медленно, восьмыми. Вот так. Раз, и два, и три, и четыре. Но помня о том, что мы ведь должны играть в итоге шестнадцатыми. Вот так. То есть в два раза быстрее. Получается, да? Но сначала мы играем медленно. И вот если у нас четыре раза подряд получилось без ошибки сыграть восьмыми, вот так, то мы дальше можем играть, нет, не шестнадцатыми сразу, а увеличить темп, ну, допустим, на пять пунктов, вот так. Шестьдесят пять поставить. И играем. Вот, ну, и дальше четыре раза подряд играем шестьдесят пять. Получилось очень хорошо. И так до, какой там темп стоит? Сто восемь. Вот до ста восьми довели, и все, значит, можем играть уже шестнадцатыми. Потом снова возвращаемся в темп шестьдесят. И играем уже шестнадцатыми. Ну, и так далее. Вот. И опять повышаем темп до ста восьми. И когда у нас получится правой рукой играть уже в темпе правильном, то же самое начинаем играть в левой руке. Так же точно начинаем развивать левую руку. Играем все это левой рукой. Сначала восьмыми, потом шестнадцатыми. Сначала восьмыми постепенно прибавляя темп, потом шестнадцатыми тоже постепенно прибавляя темп. И когда левая рука, так же, как и правая, свободно, без ошибок, четыре раза подряд сыграет в максимальном быстром темпе, вот тогда соединяем руки. И опять же начинаем с медленного темпа. С восьмых. Шестнадцат восьмыми нотами. Вот. Вот у нас с вами есть такой прием. Потому что сразу быстро играть не нужно. И вот теперь в завершении расскажу вам про репризу. Вот реприза это означает, что мы играем четыре раза, а последнюю ноту берем только когда четыре раза сыграли. Но я не буду вам четыре раза играть. Вот. То есть, когда вы играете с повторением, вы играете так. Вот так, да? Значит. Пошли опять. Доиграли до верха. Опять приехали вниз. И опять. И вот только после четвертого раза Играем ноту до. Вот так это упражнение делается, когда оно готово. Вот так оно исполняется, когда оно готово. И еще одно, на мой взгляд, весьма важное замечание. Не старайтесь разучить это упражнение за одно занятие. Так у вас не получится. Играйте, ну, например, полчаса. Вот это упражнение играйте полчаса. Засеките время и смотрите. Вот как полчаса прошло, все, заканчиваете. Полчаса вы играете, скажем, 15 минут вы играете, или полчаса играете гаммы и полчаса играете это упражнение. То есть час на разминку возьмите и вот. Я думаю, что вам этого будет достаточно. После этого вы делаете небольшой перерыв, ну, минут 10-15, а потом начинаете играть этюды. И вот только после того, как вы сыграли несколько раз этюд, вот, первый, второй, третий, как вы хотите. Можете все три сыграть подряд. Получилось очень хорошо. Можете потом еще четвертый этюд разучить. Вот. Кстати, мы с вами в рамках уроков второго курса будем разучивать еще и этюды из сборника. Ну, я вам покажу этот сборник чуть позже. Сейчас не буду вам добавлять и без того, и без того уже довольно большому объему еще информацию. Вот так нужно заниматься каждый день. Тогда у вас техника будет развиваться. Если это не первый ваш инструмент, то есть если вы музыкант с образованием, но ваша специальность другая, ну, например, гитара или какой-то духовой инструмент, то вам уже легче, потому что тогда уроки общей музыкальной грамоты вы можете пропустить, только с поправкой на то, что все-таки это фортепиано. И здесь и способы звукоизвлечения другие, и, так сказать, музыкальные интервалы, аккорды выглядят по-другому, а, например, духовые инструменты вообще не умеют аккордами играть, поэтому, так сказать, общая музыкальная грамота тоже на фортепиано будет несколько по-другому выглядеть, чем, скажем, на саксофоне или кларнете. Ну, а если вы только начинаете заниматься музыкой, то имейте в виду, что для детей интенсивность занятий должна быть меньше, а для взрослых больше, потому что детский организм, детские руки, суставы, мышцы не рассчитаны на большие нагрузки. Эти нагрузки нужно увеличивать постепенно. А вот взрослые люди могут чуть более интенсивно заниматься, чуть подольше. Вот, скажем, если для ребенка первого года обучения достаточно будет, ну, где-то полчаса заниматься вообще, вот, подготовкой, то для взрослого человека это может быть вдвое больше времени, например, полчаса. Вот то, что я сказал только что, это вот как раз для взрослых больше подходит. Ну, а для детей, тем более для начинающих, желательно больше получаса подряд не заниматься. Если вы хотите, или вам необходимо заниматься дольше, занимайтесь, но с перерывом. Делайте небольшой перерыв. И периодически вот так вот встряхивайте, чтобы мышцы расслабились. Вот так, руки, руками потрясли, и так чуть-чуть привели свои мышцы в такое расслабленное состояние. Вот. И, кстати говоря, как понять, что ваши руки начинают уставать, а вот когда у вас боль появляется, и напряжение в кистях, вот тогда остановитесь. Это значит, что вам нужно передохнуть. какое-то сделать, может быть, немножко другое упражнение. Вот вы играете, например, гамбу, да? И у вас чуть-чуть где-то появилась небольшая боль в пальцах, и они стали более напряженными. Расслабьте. Сыграйте что-нибудь другое, например, на растяжку упражнения, да? Или возьмите тренажер еще покачайте. Или вот так вот тоже потрясите кистями. То есть все время устраивайте своим пальцем, своим рукам передышки небольшие. Ну, а после получаса или там 40 минут занятия сделайте перерыв. Во-первых, нельзя сидеть за компьютером долго. Где-то после 40 минут нужно делать перерыв. Особенно это для детей. актуально. Ну, для взрослых тоже. Час позанимались, делайте перерыв. Вот на этом я наш урок сегодняшний позволю себе завершить. Благодарю всех за внимание, творческих вам успехов, и до новых встреч в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok